Всем привет, друзья! Это очередная передача «Итого по зато», в которой мы рассказываем о главных новостях уходящей недели. За главными новостями мы ходим в группу ВКонтакте «Зато новости». Те новости, которые набирают больше всего лайков, охватов и репостов, попадают к нам в передачу. Вот здесь будет появляться статистика. Опасный перекресток, православный велопробег, ядовитый сидр и манипуляции в СМИ, а также другие темы в нашей передаче «Итого по зато». Поехали! Средний саровчанин, безусловно, любит прикольные фотки. Именно поэтому на этой неделе у нас самая популярная фотография в группе «Зато новости». Это фотография автомобиля Почты России с номером 666. К нам была сделана приписка, теперь-то понятно, почему теряются посылки. И в этот момент, кстати, в комментариях огромное количество людей написали о том, что мы, в общем-то, пользуемся устаревшим мемом. Дело в том, что современная Почта России, оказывается, посылки не теряет и все доставляет вовремя. Ну, по крайней мере, так пишут подписчики. Хотя, в общем-то, и отрицательные были комментарии. И, что удивительно, хотя для нас это уже не удивительно, в комментариях у нас в «Зато новостях» появился официальный аккаунт Почты России, который попросил описать все проблемы у себя в группе и, соответственно, готов как-то отреагировать. То есть это вообще у нас уже пошла целая тенденция. У нас регулярно в комментариях появляются официальные аккаунты различных официальных организаций. Один раз я даже гипнозом Воланда вызвал городецкую администрацию к нам в комментарии. Для меня это является единственным признаком. Это говорит о том, что в ближайшее время социальные сети умрут. Потому что, как только у нас официальные органы что-то осваивают, начиная вот этим пользоваться, тут же появляется что-то новое. Кроме того, еще одна фотка чуть поменьше охвата собрала, но, тем не менее, тоже вызвала определенный ажиотаж в каментах. Это красные туфли, которые лежат на батарее в одном из городских подъездов. Ну и, естественно, приписка на лабутенах нах. На самом деле, конечно, это не лабутены и даже не похоже. Дело в том, что у лабутенов красная подошва, а сами туфли бывают разных цветов. Сначала у нас в группе появилось фото, где автомобиль на перекрестке Арзамасская-Зернова съехал с самого перекрестка и сбил дорожный знак. То есть, там пешеходный переход был, соответственно, он этот знак и сбил. Позднее появилось уже и видео, где мы наблюдаем, как ситуация произошла. От тебя могу сказать, что действительно очень неприятный и сложный перекресток. И когда ты поворачиваешься на Менделеева, действительно не видно, кто там собирается ехать по прямой со стороны уже третьего КПП. Прям даже не знаю, как быть и что посоветовать непосредственно, допустим, комиссии по безопасности дорожного движения. То ли режим светофора перестроить, то ли что-нибудь еще сделать. Ну а со своей стороны, конечно, всем водителям советую сбрасывать там скорость и очень внимательно смотреть за дорожной ситуацией. Потому что действительно ни с той стороны, ни с этой не видно, какой автомобиль, там, по-моему, даже автобус ставил, какой автомобиль двигается непосредственно к перекрестку. Ну и автомобиль, который двигался к перекрестку, ехал на достаточно высокой скорости. Поэтому формально его вины нет, но тем не менее, вот эта аварийная ситуация, в том числе, из-за него произошла. Так что, друзья, еще раз напоминаю, когда вы выезжаете на сложный участок, будьте предельно внимательны и лучше сбросьте скорость. У нас в городе торопиться некуда. Еще одна популярная новость. Читатели сообщили нам, что возле торгового центра Куба на автомобильной парковке появились некие дети, которые занимаются неким бизнесом. Они подходят к водителям и предлагают за денежку, ну, за любую, за донат, протереть фары и лобовое стекло. Соответственно, как бы люди обеспокоены тем, что, в общем-то, там часто сдают задом, там плохой обзор, а дети небольшого роста. Поэтому они вот во время своих этих передвижений своего этого маленького бизнеса могут под колеса автомобиля попасть. Я помню, что в свое время, кстати, в 90-е годы действительно почему-то именно с этого и начиналось. Я все время, когда ездил в Нижний Новгород, не понимал, что это за пацаны такие стоят с тазами с водой. Потом выяснилось, что это ребята действительно вот такой бизнес устраивали, но они целиком, правда, машины мыли. Если говорить о протирании лобовых стекол, то это фирменный бизнес американских негров. То есть во многих американских фильмах можно увидеть, как у них там какой-нибудь негр в нищебродских одеждах ходит между автомобилями, протирает стекла и протягивает руку вот за таким вот донатом. Видимо, может быть, ребенок посмотрел что-то подобное и решил такой бизнес учредить. В любом случае, опять же, возвращаемся к истории, что нужно всегда следить за тем, чем занимаются ваши дети и выстраивать с ними доверительные отношения. То есть чтобы ребенок сам вам рассказывал о том, что он планирует сделать и его на правильный путь направить. Потому что если ребенок ищет какой-то заработок, родителям, конечно, лучше придумать что-то более безопасное. Хотя, к сожалению, вот эта история с трудоустройством детей на летние каникулы у нас не очень хорошо взлетает по той простой причине, что те, кто уже эту тему прочухал, они, соответственно, сильно заранее туда записываются. То есть я помню, что к нам обратилась Саровчанка, попросил рассказать вот о такой молодежной бирже труда. Я туда позвонил, мне сказали, вы знаете, мы еще не начали работать, то есть не начали набор, давайте вы как-то это самое чуть попозже, когда уже набор начнется. А дальше, собственно, появилось только сообщение о том, что все вакансии заняты, все дети трудоустроены и все прекрасно. Поэтому, действительно, в этом смысле Саровский рынок для детей и подростков ограничен и, к сожалению, приходится придумать самостоятельно уже, каким образом вашим детям можно заработать. Это, кстати, тоже хорошая вещь, потому что в современном мире оказывается очень много всяких разных штук, нетипичных и нетрадиционных для нашего взрослого понимания, которые тоже приносят деньги. Поэтому в эту сторону, мне кажется, и стоит сориентироваться. Вот, например, я знаю, что у нас одна городская фотостудия набирает реально подростков, которые должны будут заниматься фотошопом фотографий отснятых. Потому что фотографий очень много и, соответственно, нужно всякие там прыщики убирать, какую-то покраску там менять. То есть, в принципе, вещь несложная, но, тем не менее, нудная и требующая определенного количества времени. За это время, соответственно, взрослые люди готовы платить. Поэтому поищите. На самом деле, подобные вещи можно делать и через интернет. Не обязательно находиться в том городе, где подобная фотостудия находится. Но, как бы, деньги заработать какие-то можно. Поэтому, действительно, я думаю, что родители должны в этом смысле взять на себя ответственность и за своих детей побеспокоиться. Чтобы потом не возникало вопросов, да, в 20 лет, почему это он у меня работать не хочет. Давайте приучать детей к трудовой деятельности с самого начала и делать это под собственным контролем. Глава города Алексей Сафонов не так давно отчитался перед депутатами за работу администрации в 2022 году. Отдельный блок в своей работе он посвятил помощи участникам СВО и членам их семей. Как оказалось, что у нас городское сообщество, предприниматели, ядерный центр оказали в общей сложности нашим ребятам в зоне СВО почти на 70 миллионов рублей. В саму зону СВО отправлено 18 грузовых автомобилей непосредственно с помощью. Кроме того, проведено более 20 встреч с членами семей участников зоны СВО и с самими вернувшимися оттуда ребятами. Тут можно отметить, что все-таки наши администрации накрутили хвоста, потому что весь предыдущий год мы, как жители и как СМИ, не понимаем, занимается ли наша администрация помощью и поддержкой тех, кто сейчас попал в зону СВО. То есть никакой информации об этом не поступало, либо поступало, но поступала она от волонтеров. Поэтому мы все время задавали вопрос в наших, кстати, передачах и того по зато. А у нас власть вообще собирается каким-то образом обозначить свою позицию? Помогает она, не помогает? Как к этому относятся? Ну и, видимо, действительно, все-таки до нужных ушей мы достучались. Там настучали по голове непосредственно наши администрации. Теперь администрация, в общем-то, о подобных вещах сообщает. Хотя, опять же, дозировано. То есть глава администрации отчитался, это немножко разлетелось по СМИ. Дальше все опять, видимо, ушло в тишину и в трясину. Потому что о подобных акциях, опять же, мы узнаем только от волонтеров, которые непосредственно занимаются как сбором помощи, так и пошивом различных вещей для военных, которые сейчас находятся на Украине. Я, например, до сих пор не услышал, как глава администрации относится к этой военной операции. Он никаких официальных заявлений не делал. А хотелось бы все-таки руководить большим городом, который непосредственно участвует в создании обороноспособности нашей страны. И было бы неплохо узнать, действительно он поддерживает, не поддерживает. Или, может быть, у него какое-то свое особое мнение по этому вопросу есть. 4 июня Саровское благочиние организовало для всех желающих велопоездку тропами Серафима Саровского. Стартовали от нашей Саровской колокольни, проехали через тропу здоровье, озеро протяжное, а на обратной дороге заглянули на Дальнюю Пустынку. И, соответственно, весь маршрут таким образом составил 25 километров. Нас очень часто упрекают за то, что мы занимаем некую антиклерикальную позицию, то есть очень часто критикуем церковь. Мы, естественно, всегда отвечали, что как только церковь сделает что-нибудь хорошее, мы совершенно не запарись, их похвалим. При этом, опять же, если что-то сделать с нашей точки зрения неправильное, то мы, естественно, будем ее критиковать. Потому что церковь, надо признать, все-таки это такой же общественный институт, который интегрирован в нашу культуру и в нашу жизнь. Поэтому с ним приходится считаться. Соответственно, мы предъявляем определенные требования. И здесь, вот если уж молодцы, так молодцы, действительно прошла очень интересная поездка. Плюс это все связано со спортом, это все связано с социализацией. Потому что, конечно же, участники смогли друг другом пообщаться. Ну и плюс историческая составляющая. То есть саровчане непосредственно ознакомились с местами, где своей ножкой ходил Серафим Саровский. С другой стороны, конечно, непонятно. Серафим Саровский-то с посохом ножками ходил, а тут, понимаешь, на велосипеде. Не знаю, стал ли бы Серафим Саровский от этого велосипеда еще добрее, как у нас в свое время почтальон Печкин. Но в любом случае, я думаю, что ему этот вид спорта бы, конечно, понравился. Так что вот такой вот православный велопробег, это хорошо и здорово. Поэтому здесь мы на Саровское благочине поддерживаем и выражаем им респект. Пускай организовывают и дальше. Можно же не только велосипеды, можно и пешие походы, можно и по реке, кстати, у нас сплавиться вдоль монастыря. Да, какие-то исторические рассказы. Чтобы это все сопроводить, я думаю, что это будет позитивно сказываться на общем состоянии нашего города. Церкви, респект. Неплохо зашли на этой неделе фотки со строительства дороги к новой детской поликлинике. Хотя, естественно, в комментариях возник вопрос, а кто быстрее? Потому что действительно сейчас получилось такое некое соцсоревнование. Две разные организации занимаются этими объектами. Одни строят непосредственно детскую поликлинику, другие, соответственно, дорогу к ней. В обоих случаях, кстати, были проблемы. То есть менялись подрядчики, кое-где подрядчик даже сбежал. И в обоих случаях мы действительно видим подвижку по срокам. То есть на самом деле и детская поликлиника уже давно должна была по планам быть построена. И дорога к ней тоже должна была быть оформлена. Судя по фотографиям, кстати, дорога делается вроде бы качественно. То есть там этот пирожок укладывается неплохо. И, соответственно, я надеюсь, что они успеют раньше. Потому что в этом смысле получится, что все-таки город опередил строителей, которые сейчас строят детскую поликлинику. А вообще, конечно, неприятная тенденция. По предыдущим периодам я действительно помню, что у нас подобных вещей не происходило. Ну, некая история была с 10-й школой, когда ее ремонтировали. Там тоже как-то сроки сдвигались. Но в целом как бы успевали, когда полагается. А вот сейчас прям действительно массовая такая ситуация, что у нас многие городские объекты не сдаются в указанный срок. И там еще пропадают подрядчики. То есть та же замечательная 11-я школа у нас практически стала мемом. Про нее даже пока и рассказывать нечего. Потому что, в общем-то, информации поступает, что там все строят и работают. Но на самом деле наши источники оценивают, что и к этому указанному сроку, то есть к 1 сентября нынешнего года, тоже не успеют. Еще одна новость, связанная с отчетом главы администрации. Напоминаю, что ежегодно он отчитывается передумой о деятельности этого органа за прошедший год. Соответственно, за 2022 год, как сообщил глава администрации, более 70 семей в нашем городе улучшили свои жилищные условия. Немного статистики. В 2021 году в очереди на улучшение жилищных условий стояло 1222 семьи. В 2022 году 1139 семей. А сегодня среди очередников 1061 семья. То есть действительно тенденция такая, что у нас постепенно эта очередь сокращается. С другой стороны, важно отметить тот факт, что у нас город Саров по-прежнему сохраняет обязательства, взятые на себя очень много десятков лет назад. Мы по-прежнему выдаем жилищные сертификаты многодетным семьям, детям-сиротам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Это, кстати, важное уточнение, потому что действительно у нас прошла череда отказа от подобных вещей, которые были придуманы еще в 90-е годы. То есть наш город, имея инвестиционную зону, то есть некую большую прибыль, соответственно, тратил ее на различные социальные значимые вещи. Например, у нас вот эти были знамечательные хлебные, как их называли. То есть это прибавка к зарплате всем саровчанам в свое время была. Плюс у нас кормили бесплатными обедами детей в школах. Плюс, соответственно, как выясняется, у нас выдавали жилищные сертификаты. Постепенно Государственная Дума и за ней, соответственно, Законодательное Собрание Нижегородской области эти полномочия у города Планово забирали. Все помнят эту историю последнюю, когда у нас перестали кормить бесплатными завтаками детей в школах. И вот, собственно, последний рубеж, наверное, у нас по-прежнему занимается тем, что улучшает жилищные условия у различных социальных слоев населения. Но со своей стороны, наблюдая за этим процессом тоже, наверное, десяток лет, могу сказать, что эта тенденция сейчас будет сокращаться. Потому что вот на текущий момент у нас жилого строительства очень мало. Сейчас у нас достраивается, насколько я знаю, только один дом для полицейских, который располагается на улице Раменское. Причем начали его строить еще в период предыдущей администрации. В свое время действительно были такие конкурсные мероприятия проводились, да, когда у нас подрядчик, если выигрывал право на застройку конкретной территории под жилой дом, то он обязан был передать муниципалитету некий процент квартир, да, практически за нулевую стоимость. Сейчас дома не строятся. Как утверждает замглавы администрации по градостроительству Леонид Бородолин, у нас негде строить дома. Соответственно, через какое-то время мы столкнемся с ситуацией, когда, в общем-то, людям раздавать и нечего будет. Надо отметить, что, кстати, предыдущий глава администрации тоже провел некую такую реорганизацию. То есть у нас различные клубы по месту жительства, ветеранские советы, полицейские участки располагались в жилых домах, в специальных помещениях. Их оттуда планово вывели, перевели в другие муниципальные учреждения. В этих помещениях после реконструкции как раз сделали квартиру, и туда в том числе заселяли очередников. Какую меру еще можно предпринять, чтобы улучшить жилищную ситуацию у саровчан, неясно. С учетом того, что у нас администрация почему-то абсолютно закрывает глаза на районы, которые называются 1А, 1Б. То есть в свое время, опять же, при предыдущей администрации, там, в принципе, все было подготовлено. То есть на текущий момент никто не мешает нарезать участки, проводить аукционы, запускать застройщиков и позволять им строить там жилье в массовом порядке. Но в современной риторике у нас вообще ничего по этому поводу не слышно. А вот эти, говорят, вот это на Силкино. Как вот у вас Силкино заканчивается, в сторону как раз вот протяжки, там вот гигантские, гигантское пространство, я при Голубеве было, они прямо определили этот участок под застройку, долго бились с церковью, потому что церковь убиралась, говорит, там Серафим ходил, там нельзя строить. Победили, видимо, как-то. Там, где раньше жила. Да. Вот туда лес, который. Вот этот лес, его можно застраивать. Это районы 1А и 1Б. Они по генеральному плану, по-советскому, были. Их не вот, на них и не обращали внимания. Голубев на это обратил внимание, видимо, как-то там добазарился с церквью. Церковь перестала ставить палки в колеса, и они прямо согласовали, все, там покрашенная зона, можно строить. А нынешняя администрация вообще как будто нету их. Но это же в прямую конкуренцию войдет с нынешним застройщиком единственным. Поэтому как-то так получается, что у нас 1А и 1Б не застраивают. Хотя вот-вот прям реально, бери нарезай. А заместитель глава администрации со своей стороны говорит, нет, все, земли нет, ничего нет, насильно роботами. Не можем строить. Вот, один дом достроят сейчас, и все, и на этом все дела. Потому что нынешняя администрация ничего по этому поводу не говорит и не делает. Это причем, я говорю, по советскому генеральному плану. То есть это вот как в 60-е годы рисовали генеральный план города, а они там были уже нарисованы, что здесь можно строить жилье. И Голубев сказал, говорит, а что у вас, давайте. Там вот был такой церковный ломби, которая типа, короче, упиралась. Нет, там леса реликтовые, Серафима Саровский, они там много всяких статей, там карстовые провалы, короче, там пипец, нельзя строить. Нет, все, согласовали, можно строить, можно. А у нас почему-то такие, знаете, у нас строить негде. Еще одна новость, которая вызвала резонанс у жителей города Саров. Город снова накрыло запахом нечистот. То есть некоторое время назад действительно многие люди к нам даже в эфир, как бы сообщали об этом, о том, что действительно в городе пахнет навозом, канализацией, будем прям откровенны. У нас была мысль, что, возможно, это какое-то цветение, да, то есть какой-то конкретный вид растений цветет и вот таким вот образом пахнет. Но нет, на самом деле выяснилось, что виной всему действительно наши очистные сооружения. Напоминаю, что некоторое время назад у нас по программе «Чистая Волга» были выделены федеральные средства на реконструкцию наших очистных сооружений. Это связано не только с тем, что сооружения вообще устарели, а еще и с тем, что изменились нормы. Соответственно, нынешние наши очистные сооружения не соответствовали этим самым нормативам. Поэтому их нужно было реконструировать. И вот сейчас реконструкция уже подходит к своей финальной стадии. Заняла она порядочное количество времени, потому что действительно работы там серьезные. И на текущий момент, как сообщают наши источники, добрались до иловых отложений. То есть многие годы наши с вами, дорогие друзья, фекалии определенным образом очищались и складировались на открытой территории. Теперь, соответственно, это все поднимают, и вот такой вот запах по городу действительно пошел. Если проводить аналогию, наверное, мужчины это часто делали, когда у тебя перестает сливаться вода на кухне, жена говорит, что надо почистить, собственно, вот этот вот гусак. И вот вы в этот гусак лезете, а там на стенках такие вот нависли жировые отложения. И вы их так вытряхиваете, промываете водой. Естественно, запах в этот момент неприятный. Поэтому просят потерпеть. Дескать, ситуация штатная. Через какое-то время они ее победят, и мы снова будем вдыхать приятный запах саровских лесов. А пока хорошо в краю родном пахнет сеном и... Еще одна новость, которая собрала достаточно большое количество охватов. Это анонс мероприятий, который запланирован у нас на День России, который пройдет, соответственно, в понедельник 12-го числа. Поздравляю, кстати, всех с нерабочим понедельником. Я из интересного могу ответить то, что в 11 часов у нас в парке имени Зернова начнет работать так называемый ретро-квартал, где саровчане смогут окунуться в атмосферу советского Арзамаса-16. Там будут и актеры, и определенный антураж, и все такое прочее. Надо сказать, что я в последнее время отмечаю, действительно, люди с большим удовольствием погружаются в атмосферу, воссоздающую действительно советский период нашей эпохи. Мы уже неоднократно говорили, что это так называемая анемония. Можете погуглить и самостоятельно образоваться, понять, что это такое. В любом случае, в этот квартал я бы рекомендовал сходить, потому что подобные мероприятия всегда заходят очень хорошо. Будет интересно показать своим детям то, как мы жили много-много лет назад. Ну а завершится празднование Дня России на плавучей сцене. Во-первых, там будет выступать военный оркестр, во-вторых, соответственно, группа The Diamond из города Нижний Новгород. Ну а завершит это все действие известный в широких руках диджей Миша Кляйн. От себя могу отметить вот как раз наш Саровский военный оркестр. Ребята действительно жгут, то есть мы их неоднократно наблюдали на различных мероприятиях. Есть видео, где они играли военные песни непосредственно возле торгового центра Плаза. Это такой был флешмоб в свое время. Плюс, опять же, ребята успели поучаствовать в проекте «10 песен атомных городов». То есть там действительно хорошие профессиональные музыканты, они здорово играют, поэтому рекомендую их послушать. Тем более, что да, в один из праздников они также играли на набережной, собрали огромную аудиторию, люди искренне им рукоплескали. Поэтому я надеюсь, что в эти выходные у нас дождей и всяких разных там катаклизмов не будет. Можно будет с удовольствием окунуться в атмосферу праздника, который, в общем-то, для нас имеет непонятное значение. Можете самостоятельно, опять же, поискать, почитать, что это за день России такой, что это за день независимости, от чего мы стали независимы. Но вот если сможете мне объяснить, от чего мы независимы, будет прекрасно. За этим всем можно сходить в каменты. На этой неделе в нескольких регионах нашей страны, в том числе и в Нижегородской области, были зафиксированы случаи отравления напитком мистер Сидор. На текущий момент, как сообщают официальные источники, пострадало более 90 человек, 30 из которых умерли. Нижегородские полицейские прямо сейчас во всех районах нашей Нижегородской области занимаются тем, что проверяют вот такие вот алкогольные точки. И уже на текущий момент изъято полторы тонны алкоголя, у которого не было сопроводительных документов. То есть это не обязательно мистер Сидор, а какие-то другие непонятного происхождения алкогольные продукты. Ульяновские химики уже провели анализ и выяснили, что в этом самом мистере Сидоре содержался метиловый спирт. Очень неприятная вещь. Дело в том, что метиловый спирт является смертельным ядом для человека, но при этом на вкус и запах полностью имитирует этиловый спирт, то есть вот тот самый спирт, который добавляется в алкогольные продукты. А метиловый спирт тем временем применяется исключительно в промышленности для изготовления пластмассы, красок, бетона и для повышения октанового числа бензина. Пахнуло 90-ми, дорогие друзья, потому что действительно в 90-е годы, когда у нас ушел контроль государства над производством алкоголя, вот как раз такие подобные вещи и начали появляться. Именно в 90-е годы огромное количество людей слепло, да, и погибало от того, что пили метиловый спирт, ну, практически в чистом виде. Сейчас вот это дело все вернулось, и на самом деле это, конечно же, должно обернуться серьезным уголовным делом. То есть надо выяснить, как вообще метиловый спирт попал на производство подобного вот напитка. С другой стороны, это же какая-то банальная разливуха, да, и, соответственно, здесь действительно как бы ты всегда рискуешь, когда ее употребляешь. Лучше, конечно же, брать какие-то знакомые продукты, тем более если вы берете их в торговых сетях, то можно все-таки рассчитывать на то, что у них были сопроводительные документы, и все документы оформлены были надлежащим образом. Я лично со своей стороны думаю, что на самом деле имел место так называемая преступная халат. То есть вряд ли злой умысел, вряд ли кто-то добровольно захотел обречь на гибель огромное количество людей. То есть, скорее всего, человек просто не разбирается, какой спирт, метиловый, этиловый, какая разница. Пахнет и хорошо. Зальем его в мистер Сидор. Генеральный консул Китайской Народной Республики в России Пяо Янфань предложил нам, России, объединиться с Китаем и победить гегемонию западных СМИ на мировой арене. Дескать, что же такое, говорит Пяо Янфань? Эти мерзавцы в своих СМИ постоянно говорят всякую неправду про нас, китайцев, и про вас, русских. Не пора ли уже как-то эту ситуацию изменить? Давайте дружить с СМИ. Китайский дипломат абсолютно прав. Многие этого не замечают, не обращают внимания или просто не анализируют. Но на самом деле, то, что у нас на Западе, как они говорят, нет никакой пропаганды, это неправда. Пропаганда там прекрасно отлажена и отлично работает. Работает она, как правило, через СМИ. И еще, кстати, через кинематограф и другие виды искусства. Но уж раз китаец заговорил об этом, давайте об этом и поговорим. Действительно, различные СМИ могут заливать нам в голову любую информацию, которую мы будем воспринимать как достоверную. Возникает вопрос, ну мы же не читаем американские СМИ, не все из нас владеют английским языком. Ну, будьте спокойны, у нас есть и СМИ, которые напрямую принадлежат американцам. Есть различные, как у нас сейчас называют, инагенты, которые тоже внедряют свою правду в наши головы. Ну и кроме того, соответственно, начитавшись западной прессы, наши интеллигентные люди, которые владеют английским языком, потом уже начинают транслировать это своим соотечественникам. Ну и в очередной раз остается отметить, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эта военная операция, вот эта эскалация, наконец-то подвинула что-то там в верхах, и наконец-то вот у нас начали говорить о том, что надо бы что-то противопоставить информационному фону, который сейчас формирует Запад. Оказывается, нам нужно воевать еще и информационно. Мы неоднократно видели, как у нас украинцы гораздо лучше нас умеют в пиар, поэтому действительно в эту сторону надо подтягиваться. Нужно поднимать журналистику на высокий уровень, растить журналистов с критическим мышлением, чтобы они самостоятельно оценивали все происходящее, могли сделать какие-то действительно реальные выводы, а не просто повторяли что-то по методичке. Ну и, наверное, строить какие-нибудь уже журналистские ПТУ, где будут готовить как раз в том числе и блогеров, и журналистов, и других специалистов по медики. Со своей же стороны хотел бы порекомендовать вам не верить и мне, да, то есть применяя критическое мышление, также читать различные информационные источники и складывать свое мнение о происходящем в мире, в стране и в городе. Это и называется критическое системное мышление. Так что, друзья, давайте внимательно относиться к тем информационным поводам, который доходит до нашего сознания. Всегда какие-то альтернативные источники читать и таким образом понимать, как же все на самом деле устроено. Страшные дела, дорогие друзья, начали происходить в садовых обществах. То есть у нас сезонно поехали туда саровчане, и туда же потянулась криминальная жизнь. У некого саровчанина украли 17 металлических столбов из забора в садовом участке. У другой женщины в крымешках автомобиль Мазда протаранил забор и скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, саровчанина в садовом обществе «Союз» избил неизвестный, а другую саровчанку, уже знакомый, также избил. Страшные дела творятся у нас в садовых обществах. Отчаянно страдали на этой неделе у нас автомобили. На Гоголе повредили Сигуан, на Бессарабенко неизвестный пнул Ладу Гранту, разбил на ней зеркало и убежал. На улице Осипенко неизвестный разбили лобовуху на Шевроле Коптива, ну и вишенкой на торте стало сообщение жителя Сарова о том, что на улице Димитрова некие неустановленные дикие собаки повредили его Хендай. Ну и дела семейные. Добрый 18-летний сын взял у своего отца карточку и снял с нее 75 537 рублей, который потратил на собственные нужды. Другая родная кровиночка оформил на маму несколько кредитов общей суммой 114 213 рублей. Еще одного саровчанина будут преследовать по закону за то, что он продал другому саровчанину, сейчас внимание, пистолет. Оружие изъято, продавца ищут. Найдут. Уже второй эпизод в нашем городе связанный с высокотехнологичным мошенничеством. Саровчанину позвонили некие там сотрудники, как обычно они представились, сообщили о том, что его симка скоро будет заблокирована, и для того, чтобы продлить срок действия сим-карты, нужно сообщить, естественно, код из пришедшего СМС. Саровчанин этот код сообщил, дальше, соответственно, телефон перестал подавать признаки жизни. Оказывается, таким образом, злоумышленники могли получить доступ к специальной микросхеме, которая выполняет функции сим-карты. Ну, то есть у нас в телефоне есть специальная микросхема на случай, если у вас нет никакой связи, чтобы вы могли вызвать экстренные службы. Вот они к этой самой микросхеме доступ получили, а дальше получили доступ ко всем банковским приложениям. И таким образом вывели со счетов саровчанина на свои мерзавские счета 561 тысячу рублей. Ну и более классическая схема, которая действительно прям вызывает грусть и печаль. Как сообщила пресс-служба нашего УВД, в этот раз в замес действительно попала вполне себе умная и интеллигентная женщина. Мошенники вели ее на протяжении трех месяцев. То есть три месяца они с ней общались и, соответственно, вливали в уши всякое. То есть, как обычно, стандартная схема. На вас кто-то пытается оформить кредит, соответственно, чтобы этого не допустить, нужно оформить собственные кредиты и деньги перевести на специальные защищенные счета. А, дескать, после того, как мы мошенников поймаем, все деньги вам вернутся. Таким образом, женщина оформила кредиты в пяти банках. Причем, что самое интересное, где-то ей кредиты не дали и ей помог муж. То есть она с ним общалась и тоже также под воздействием как раз мошенников он тоже пошел на эту историю. После этого стало все еще хуже. Саровчанки сообщили, вот эти самые полицейские, что на Авито выставлена на продажу ее дача. Тоже злоумышленниками. Какое может быть здесь противодействие? Правильно, нужно самостоятельно продать дачу, а деньги точно так же отправить на защищенные счета. Таким образом, Саровчанка перевела мошенникам 2 миллиона 795 тысяч рублей. Я думаю, те, кто смотрит нашу передачу, должны рассказывать тем, кто не смотрит нашу передачу, о простых, собственно, приемах, как противостоят мошенникам. Самое главное, это себе вбить в голову, что любые звонки со стороны с любыми подобными историями должны быть рассказаны полицейским. Потому что полицейские вам очень быстро объяснят, как эта схема устроена и каким образом мошенники собираются вас нагреть. Потому что, действительно, я вот как раз в одной из передач рассказывал о том, что мне наконец-то мошенники позвонили, и я там какого-то особого психологического давления не услышал. То есть они действуют по скрипту, как вот обычные позвонки из банков. Сами, наверное, даже не понимая этих алгоритмов. Хотя, в общем-то, если этот скрипт рассматривать, там видно, что писали-то его как раз грамотные умные люди, разбирающиеся в психологии. То есть давления психологического нет, но, тем не менее, вот эти маленькие крючочки, которые цепляются за наши страхи, они как раз есть. Меня, например, пугали тем, что я не имею права разглашать подробности нашего разговора. Дескать, даже там какую-то уголовную статью называли. Это, безусловно, смешно, если вы знаете, как работает наша юридическая система. Но для людей, которые никогда с этим не сталкивались, это, конечно же, кажется правдой. Поэтому, друзья, проговорите это все со своими друзьями-родственниками, объясните, что любой подобный звонок должен быть тут же продублирован в полицию. Позвоните, там с огромным удовольствием с вами пообщаются, потому что, действительно, вот эти мошеннические преступления, они практически нераскрываемые, и нашим полицейским абсолютно не нужны. Это была программа «Итого по зато». Ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии, и обязательно показывайте это видео друзьям. Пускай наша аудитория от этого расширяется. Кроме того, ждем в комментариях замечания по поводу качества нашей передачи, или, допустим, с информацией о каких-то новостных поводах, которые мы пропустили. А на сегодня все. Пока-пока!